всем привет небольшой видео обзор катушки acara для магазина в магазин моя катушка называется acara hecona имеет размер 3000 это самый маленький размера в данной типа серии вот сбоку на коробочке можно ознакомиться с технической информацией то есть давайте пробежимся по моей катушке размер 3000 передаточное отношение 5,2 к 1 вес 330 грамм это большой вес тяжелая катушка но не имеется систему байтранера усилие фрикционного пакета 6,5 килограмм но и здесь вот лесоемкость как бы это вторичная информация катушка на четырех шариковых подшипниках а в коробке нету схемы в интернете а также не нашел поэтому достоверно не знаю как где они стоят не разбирал давайте откроем посмотрим катушка у меня с леской она уже у меня поработала поэтому есть что рассказать ручка стандартная для этого бюджета шестигранником вставляется в главную пару на ручками видимо некие так скажем зубцы которые вставляются в ответные зубцы на главной паре соответственно такое соединение менее подвержена люфтом а в самой ручке сейчас поставим посмотрим так ну люфта в ручке я не наблюдаю но наблюдается некий люфта в узле в целом то есть в главной паре есть некий люфт также есть некий люфт кнопе но такие люфты допустимы при данном бюджете но как бы все равно по возможности нам всегда хочется чтобы люфтов всяческих было поменьше кноп я не знаю стоит ли на подшипнике или нет но фишка кнопа вращается нормально сама фишечка покрыта такой вот мягкой резиной по типу кнопов там у дайва я не знаю шимана такой ухватистый он как бы приятный на ощупь так корпус катушки выполнен как заявляет производители заболегченного пластика очень мне понравилось то что она имеет какой-то софт покрытие такой матовый шершавый на вид то есть по ручке видно то что она из из гладкого пластика сделано то корпус чем-то покрыт такой подход мне нравится так из внешнего вида но мы видим здесь красные декоративные вставочки причем как бы но они так не очень хорошо как бы покрашена поэтому по мне лучше бы сделали хромированными чем вообще вот так вот их красить я думаю стоит также пробежаться по основным системам что мы здесь имеем ну сразу вот у нас здесь видно виднеется байтранер байтранером я пользовался на рыбалке как бы помогал ну соответственно не зря я взял катушку с этой функции переключение четкая вот без байтранера школе туго крутится с байтранером естественно она уже начинает свободно крутиться и рыбу ее может легко стравить леску пока вы допустим находитесь где-то вдалеке то есть байтранер вещь нужная как бы пожертвовать лишние 50 грамм я думаю как бы стоит тем более при ловле так скажем ну каких-то семейства карповых рыбы иногда крупные действительно могут утащить удилище сорвать подставки как бы не всегда имеется возможность добежать и хоть я поставил катушку на балонской удилище как бы все равно рыба иногда клюет нормальная поэтому лучше перестраховаться и пожертвовать лишние 50 грамм веса как бы ну в угоду надежности и эффективности поимки рыбы так шпули у нас здесь шпули в комплекте две первая основная металлическая с перфорацией со скошенным буртиком 2 пластиковая без скошенного буртика также перфорированная причем перфорация разные у них сделано естественно пластиковые шпули вот этот подшпульная трещотка она просто распаяна металлической там наверняка подпружинена ну как по мне я думаю можно было и доложить вторую точно такую же металлическую шпулю но не знаю положили пластику как бы я вот такой вот пользоваться точно не буду поэтому она у меня служит каким-то хранилищем лески вот собственно намотал сюда остатки шнура намотал рукой поэтому такая бочка появилась сама же катушечка вот как наматывает ровный цилиндрик я сюда ничего не подкладывал поэтому в принципе я думаю намотка здесь на высоком уровне сейчас можно снять шпулю посмотреть что там имеется вот фишка фрикционного пакета здесь никакого уплотнения нету как бы ну я и не ожидал его здесь увидеть подшпульный узел но действительно здесь вот подпружиненная вот этот вот храповичок и вот здесь зубчатое колесо установлено обычная латунная гайка здесь стоит в роторе вот имеется усиливающая пластинка из металла то есть вставлены в пластик но это чтобы уменьшить люфты я думаю потому что если бы это все было сделано из пластика то есть со временем происходит выработка и будет наблюдаться люфт в роторе сейчас давайте поставлю шпулю посмотрим как она у нас по люфтам в роторе в дужке потому что когда рыбачишь вот на такие мелочи как бы не отвлекаешься что там где люфтит лишь бы она крутила как бы не сливала рыбу не ну люфт на самом деле здесь вообще отсутствует как таковой ротор стоит намертво просто это очень прям большой такой плюс я считаю фирме акара то есть потому что на многих катушках да его бюджетного уровня там есть сразу из коробки этот люфт здесь его нету поэтому я думаю можно простить люфт в главной паре потому что нету люфта вот в роторе так душка здесь толстая и имеет вот здесь вот конус это сделано по типу да и выдушка ролик желтый с покрытием желтого цвета наверняка установлен на подшипники потому что я проверял его крутится он вообще прям изумительно душка имеет тугой ход и вот здесь вот скорее всего установлена пружина с толкателем под этой декоративной накладкой закрывается прям нормально никаких сама сбросов тут нету фиксация тоже четко так переключатель обратного хода здесь также присутствует установлен он вот здесь вот снизу получается рядышком с ротором флажок такой достаточно ухватистый все работает четко стопор обратного хода мгновенно и все четко отрабатывает приятно крутить приятно держать в руках приятно пользоваться еще я думаю можно отметить вот этот вот узел это второй фрикционный пакет расположенный сзади то есть такая фишка свойственно карпун катушкам то есть байтранер и фрикциончик сзади чтобы допустим при вываживании вот здесь мы могли быстренько подрегулировать чтобы не тянуться вперед вот предусмотрели фрикциончик сзади как бы тоже такой приятный бонус в принципе пару слов почему именно эта катушка вот и ну где я использую я уже сказал то есть на легкой баллонской удочки пожертвовал весом как бы поставил такую мощную катушку специально взял самый маленький размер и все равно как бы на 330 грамм в принципе ничего я думаю это дело привычки а вот по отзывам допустим я слышал только хорошие то есть у людей такие катушки работают второй третий год на фидере таскают кормухи как бы никаких проблем с ними не наблюдалось поэтому в бюджете до 2000 я думаю вполне себе достойный такой экспонат можно рассмотреть можно присмотреться к покупке соответственно вот я обзавелся как бы буду пользоваться буду тестировать на этом обзор подходит концу кто досмотрел всем спасибо за просмотр до новых встреч пока